Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и сегодня мы поговорим об одном из парадоксов трансформатора. И этот парадокс будет заключаться в следующем. Но мы возьмем сердечник с первичной обмоткой и представим себе, что этот сердечник охвачен неким контуром. Ну, я этот контур изображу здесь короткозамкнутым, но таким большим витком. И в этом парадоксе мы будем устремлять магнитную проницаемость сердечника к бесконечности. Делать ее все больше и больше. Ну, тогда, с одной стороны, через этот виток у нас будет проходить переменный магнитный поток. И по закону электромагнитной индукции Фараде, которая и лежит в основе работы трансформатора, в этом витке будет наводиться ЭДС индукции. А с другой стороны, когда мю становится все больше и больше, магнитный поток весь сосредотачивается внутри сердечника. Но как тогда провод, который находится снаружи сердечника, узнает о том, что там, внутри сердечника, происходит изменение магнитного потока? Что подействует на электроны в этом проводе? Откуда возникнет ЭДС? Кажется, что ей возникать неоткуда. Ну, и вот с этим противоречием, с этим парадоксом мы и будем сегодня разбираться. И прежде чем рассматривать наш парадокс, я хочу ввести кое-какие развлечения между ситуациями, когда по катушке течет постоянный ток, и, соответственно, она играет роль активного сопротивления R, и когда по ней течет переменный ток достаточной частоты, чтобы картушка играла роль индуктивного сопротивления омега L. Ну, давайте-то напишем, что в этой ситуации ток, который есть U делить на R по закону Ома, он при мю, стремящемся к бесконечности, вообще не меняется. Когда я пишу здесь константа, это именно я отражаю поведение тока при изменении мю. А в этой ситуации ток есть по амплитуде теперь, да, U делить на Омега L. L при стремлении мю к бесконечности тоже стремится к бесконечности, ну, и поэтому амплитуда тока будет стремиться к нулю. А постоянным по амплитуде здесь будет магнитный поток, потому что он должен создавать такую противо-ЭДС, которая будет равновешивать внешнюю ЭДС, приложенную к катушке. Ну, а что касается этой ситуации, здесь, конечно, и магнитный поток при стремлении мю к бесконечности будет стремиться к бесконечности. Теперь мы поговорим о магнитных полях. Ну, и я буду выписывать поле H, которое определяется токами, но пропорционально им, от мю оно вообще никак не зависит, но, стало быть, пишу здесь константа. А что касается магнитного поля B внутри сердечника, оно есть мю H, мю стремится к бесконечности, значит и B стремится к бесконечности. Теперь на этой стороне B в нашем случае нам удобно записать его как поток поделить на площадь. Ну, и поток постоянный, значит и магнитное поле B внутри сердечника будет не зависеть от изменения мю. А вот магнитное поле H, которое есть B делить на мю, когда мю стремится к бесконечности, оно стремится к нулю. И теперь мы можем выписать для того и для другого случая величину плотности магнитной энергии внутри сердечника. Обозначим ее. Дубль В маленькая, это H на B пополам. H не меняется, а B стремится к бесконечности. Значит и плотность магнитной энергии в этом случае будет стремиться к бесконечности. А здесь у нас ситуация совсем другая. Формула-то, конечно, та же самая, HB пополам. Но теперь у нас B при изменении мю не меняется, а H стремится к нулю. Значит и здесь плотность магнитной энергии при стремлении мю к бесконечности стремится, извиняюсь, к нулю. Ну и осталось нам выписать то, что нас интересует именно для нашей проблемы, а именно то, каким будет магнитное поле, которое выпадает из сердечника. Обозначу его буквой B со звездочкой. Ну, снаружи у нас мю единичка, поэтому B со звездочкой и H со звездочкой это одно и то же. А H со звездочкой у нас будет такое же, как и H внутри сердечника. То есть это будет величина постоянная, и это означает, что когда мы мю устремляем к бесконечности, магнитное поле выпавшее вообще остается тем же самым, ну, фактически тем полем, которое создает катушка вообще внутри себя в отсутствии сердечника. А здесь у нас ситуация другая. B со звездочкой есть H со звездочкой есть H, но H у нас стремится к нулю, и поэтому выпадающее магнитное поле в случае переменного тока будет стремиться к нулю при стремлении мю к бесконечности. Ну, действительно, в этом пределе вроде бы никакого магнитного поля снаружи не должно остаться, и наш парадокс только усугубляется, что же у нас создает ЭДС в проводе, который охватывает сердечник. А теперь я хочу еще усугубить наше рассуждение, и с этой целью я рассмотрю тороидальную катушку, да еще пусть она будет бифилярной, то есть намотанной в одном, а потом в другом направлении, так, чтобы уж точно никакого магнитного поля снаружи этой катушки не было. И вот спрашивается, если я подаю на эту катушку переменное напряжение, по ней течет переменный ток, и я охватываю ее каким-то контуром снаружи, то по закону электромагнитной индукции в этом контуре должна наводиться ЭДС индукции, а кажется, что никакого магнитного поля нет снаружи. Каким образом контур узнает о том, что магнитный поток изменяется там, внутри катушки? А разрешение этого парадокса состоит в том, что когда мы говорили про выпадающие поля, мы рассматривали стационарную ситуацию или квазистационарную, а честное распределение полей в пространстве, оно находится с помощью уравнений Максвелла, которые надо решать в их совокупности. Я здесь записал все четыре уравнения, ну, снаружи, в пространстве, где никакой среды нет, зарядов и токов нет, и еще я их записал в системе СГС, хотя я до этого писал в системе СИ, чтобы сразу видеть вот здесь единица на С, как бы выделенную скорость света, потому что она существенна в этой истории. И если эти уравнения решить, ну, это можно сделать методом последовательных приближений, мы с Алексеем тут повозились и кое-что сделали, но эту длинную историю рассказывать не хочу, то мы получим, что снаружи имеется переменная, осциллирующаяся частотой той же, с которой как бы осциллирует поток внутри поля, я его обозначил здесь снова B со звездочкой, и по сравнению с полем B, которое у нас имеется внутри сердечника, оно меньше вот в такой коэффициент раз. Здесь у меня стоит отношение двух длин. А – это характерный размер системы, а лямбда – это длина электромагнитной волны в вакууме на той частоте, на которой работает трансформатор. Ну и давайте прикинем. Значит, мне удобно взять 6 см характерный размер трансформатора, а тогда лямбда на 50 герцах, это будет 6 на 10 восьмой сантиметров, в 10 восьмой раз больше. Теперь квадрат – это 10 в 16, и значит это поле B со звездочкой меньше того поля, которое внутри сердечника, в 10 в 16 раз. И тем не менее, оказывается, что поле снаружи есть, и именно наличие этого поля замыкает систему уравнений. А еще я хочу заметить, что магнитная проницаемость сердечника μ здесь в этих выкладках не присутствует вообще никак. Ну, важно, чтобы она была достаточной для того, чтобы трансформатор работал как трансформатор, а дальше можно увеличивать сколь угодно. От этого в этих рассуждениях вообще ничего не будет зависеть. Величина вот этого поля будет той же самой, ну и, соответственно, величина электрического поля, как мы уже сказали, она определяется потоком магнитного поля через сердечник и частотой изменения, ну, как обычно в этих трансформаторных рассуждениях. Ну, и тут я должен сказать несколько вещей. Во-первых, общая картинка, как я теперь ее себе представляю. Получается, что сердечник трансформатора работает как излучатель электромагнитных волн, и эти волны улавливаются вторичной обмоткой. Ну, правда, когда обычно говорим и про волны, то мы рассматриваем их в дальней зоне, далеко от антенны, а здесь все происходит совсем рядом с антенной. Ну, тем не менее, язык волн он какое-то понимание дает. Второе. Честно сказать, это понимание далось нам с Алексеем не сразу и ушло на то, чтобы какую-то картинку для себя сформировать. Довольно много времени и разных рассуждений, писаний, формул, рисований, картинок. Ну, мы постарались здесь представить то, что мы сами для себя поняли. Ну, и третье. Трансформатор вообще, как выясняется, такая непростая конструкция. И поэтому, если есть еще какие-то вопросы, хотя мы вроде бы много роликов уже сняли, но если вопросы как бы связанные с роликами, то я просто ссылочки дам. А если появятся новые вопросы, ну, значит, будет новое обсуждение. Ну, и вообще видно, что здесь мы выходим на обсуждение вопросов передачи энергии вектора пойнтинга. Ну, и такой ролик нам, конечно, предстоит снять. А сейчас, ну, мы ждем ваших комментариев внизу. И спасибо вам большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!